привет друзья сегодня речь пойдет опять про точилу каноль 3 от профиль компании которые они мне предоставили мне пришла вот зажим со второй посылкой и вот это широкие есть буду использовать в основном сейчас покажу почему и буду точить некоторым если расскажу что и как и этот ну все весь процесс точения не покажу введение речи кромки и финишах и посмотрим что у нас получается здесь у нас будет вот такой клинок фокус это новый финиш пока я учусь мы посмотрим здесь я малярный скотч этим прищепками я приклеиваю не на ножи потому что когда делать сразу без ножей для каждого чтобы точить по очередности приклеить мне неудобно посмотрим вот этот зажим он регулируется вот этим расстоянием вот этим винтом видно давайте переближу вот этим винтом и расстояние регулируется сюда я ставлю под угол так почему под угол я ставлю чтобы здесь не зацеплял воды рекасов затем затягиваем вот эти винты если честно мои мысли по поводу этих винтов м3 сорвется у меня неопытно предыдущему был м5 по моему винти они там точно срывались я бы хотел здесь хотя бы ну м4 поставить минимум м4 м5 было бы хорошо я понимаю два винта поставили чтобы равномерно зажимать но если бы была 4 винты был бы более менее немножко надежнее и здесь винты они сейчас покажу вот видите они не до конца идут то есть длина немножко не хватает я чуть длиннее винты поставил чтобы ну хотя бы 3 5 миллиметров когда мы будем затягивать они били западлицу я понимаю что там есть ножи которые ну например кухонные два с половиной миллиметра но кухонные ножи на большом зажиме будет ну то есть цельно фрезерованные которые пили вот на них было бы хорошо 2 и 5 зажимать а вот здесь центральном вот где вот здесь м5 и ну м4 западлицо длинно чтобы было потому что когда кончику резьбе он там быстрее срывается чем длиннее будет чем больше витков тем лучше так скажу у меня по-любому вот так он сейчас минуточку вот он так играет это из-за стола надо жесткий стол чтобы не играл так и может быть в будущем я сделаю какой-нибудь специальный стол для заточной системе и сразу вот отсюда закручу к столу сниму вот верхнюю часть подложку оставь сниму и закручу через них сразу чтобы был жестче здесь ставим и сейчас камень как какой у нас 200 и 160 вот 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 по поводу этого парковки я изначально парковку выйти неправильно поставил почему у меня вот эта часть парковки вот эта часть он стоял вниз не было бы так удобнее заточил вот так и поставил на парковку но оказался что так неправильно потому что были зато заточки он будет ударяться вот нижней частью вот здесь у штанги и его нужно вверх и когда идешь на парковку вот так камень верх ногами будет стоять и вот из-за этих пружин вот демпферы они как бы и ты не парят что будешь куда-то что-то сильно ударяться можешь им точить сейчас здесь показывает 17 15 я буду ставить 18 я буду ставить 18 он не играл он не играл минимальный люфт есть но все равно и здесь внизу винты которые выбирается люфт особенно где вверх вниз вот самом конце нижнем или самом верхнем расстоянии вот этой рейки вот люфт выбирать вот этими нижним двумя винтами сейчас будем выводить верующую кромку я не знаю правильно делаю или неправильно за счет демпфера я спокойно надо посмотреть нарежу кромку а не на парковку ну было бы хорошо что здесь еще широкий был бы чтобы охват был у меня вот примерно вот так ну для складного ножа потому что иногда вот здесь резонанс чувствую улевшие кромки потому что здесь ничего не держит он держится вот на этой части и за счет вот этих ну пружин можно сказать он вибрирует и немножко резонанс я чувствую что здесь ну пружинит острие да кстати я до появления профиля я всегда стал чуть неправильно слава богу что у меня все обошлось почему потому что у меня все камни грубые которые изначально были они были по толщине больше то есть когда у тебя толщина больше и ты меняешь на меньшую толщину здесь у меня толщина меньше тебя угол меняется то есть становится еще больше угол когда у тебя маленькие ну тонкие камни виду все это на финишах у меня был как бы микро подвод но это я не осознавая делал но так получался сейчас я поставлю на паузу выведу видящую кромку сам грубым покажу и потом продолжим видите как хорошо работает все ну вот видящую кромку вывел если вот так почувствовать почувствовать да вот зацепит 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 да везде по фигуре еще кромки зацепит зацепит обязательно нужно ну с обеих сторон точим туда сюда и у нас должен вывести заусенец без заусенца значит ты не доехал до идёшь и кромки очищу вот таким и туалетная бумага я не знаю я все что использовал там салфетки разные и так далее бумажные полотенце всякие разные частицы которые находятся в этих бумагах и даже вот пальцах они могут оставить какие-то следы и мелкие царапины на поверхности клинка и эти чистить и они твердые даже на глаз не видно иногда бывает особенно в мастерской всякое разное трогаешь ну в общем нужно абразивная чистота вот сейчас вот такой камень будет ставим я почему до этого точил неправильно потому что я мерил однажды на одном клинике вот таким угломером который очень плохо работает конечно я его не использую мерил и все один градус оставился и зависит от ширины клинка даже вот этот градус менялся сейчас проверяем вот видите 18 8 показывает я поставил тогда 18 5 опа сейчас все то есть от толщины камня меняется уже а еще такой момент вот эта ручка поворачивается то есть если ты сильно давишь на угол чтобы точить вот сейчас наглядно покажу ведь это старый камень и в угол я всегда зажимаю я не знаю почему эти из нас в основном в этом угле за счет того что вот этот ручка поворачивается ну почти всегда у вас плоскость вот этот сохраняется и углом камни ты не работаешь на иногда бывает что ты хочешь вот так мелко здесь углом работать ну тогда вот это было то что поворачивать неудобно но это дело привычки для каждому как мне вот так нравится если что я могу контролировать этот момент здесь правильное чтобы он по всей плоскости работал а не углом и будет правильная заточка этой кромки и плюс не будет у нас неравномерный износ стали а так извиняюсь обративную камню даже звуки слышно что видите как будто пищит трещит скрипит резонанс идет резонанс поэтому более широкий был бы хорошо наверное вот чувствуется вот за счет демпера я без опаски что вот этой часть удара щелейшие кромки потому что у меня когда доходит до сюда видите я регулировал вот этой барашкой то есть даже если зажимать до конца он не доходит а даже если дошел бы здесь видите камень выше чем вот эта часть и этот не поражайтесь на предыдущем был у меня наоборот вот зажимающая часть он был широкий немножко то есть на этих мелких камнях мог бы я удаляется а вот эту зажимающую часть на толстых камнях нет и и и может я где-то что-то неправильно делаю но я пока учусь я не заточнить сейчас сейчас поставлю на паузу потому что еще раз два три четыре камня есть потом уже финишем заедем и покажем здесь следующий идет у меня 100 на 80 потом 50 на 40 потом 20 на 14 здесь 7 и 5 потом вот эти это мне подарили это какие-то на основе ну типа вулканы то что ли резиновые какие то здесь идет 3 2 бланк от с прав конечно я прикрепил и 050 я не знаю правильно там прыгаю по номерам или нет но пока не так делай когда едем до этого камня я уже все там покажу есть некоторыми если я расскажу опять поедем на паузу вот мы дошли ну уже закончили 75 камень здесь алмазы стопроцентные мои мысли про дальнейшем и финишные моменты вот сейчас режет он я за сенс не чувствую может нужно под микроскоп режет хорошо это как мастер память телефон закончился очистил ну у меня не получился вот как мастера делают я не знаю как они делают мысли про то что 7 после 75 у него и дес агрессивные зерезы ну хороша а если я прохожу этим он тоже острый вот например на этом ноже уже я поточил острый все хорошо все режет ну не знаю вот видите как режет без проблем не показываю вам видите режет без проблем и но как таково знаете не знаю может от стали зависит здесь я не знаю закругляет он не закругляет что делает вот такое ощущение что вот это пила или там что должен зацеплять вот этот момент нету то есть если помидорчик резит возможно не может резать вот эту кожуру или может я точно не знаю не пробовал но у меня такие ощущения но все равно я финиширую с помощью этих камней когда финиширую он уже получается что более зеркальным здесь давайте я покажу поближе я покажу поближе не знаю видно не видно вот здесь у нас LMAX либо вот здесь будет более наглядно видно что ли блестит красиво ну не знаю вот это то что он должен зацеплять когда не чувствуется понимаете должен вот здесь конкретно зацеплять а он как бы проскальзывает вот вот этот зацеп который должно быть как и нету но он что вам показать апеллятию видите как он греет это острый он очень острый вот этот зацеп я не знаю как то и есть и нет поэтому пока что смещены ощущения по поводу вот финиша я пока буду учиться пока буду этим пользоваться в дальнейшем посмотрим в дальнейшем посмотрим кто-то годний совет даст и буду правильнее все делать но в целом по поводу этого станка я очень доволен мне очень нравится особенно то что я уже правильно точу по поводу вот толщины камня и угля ну не угля а а по поводу угла и вот этот момент когда я точу я не парю что он там демпфирует потому что она пружинах и я не думаю что вот сейчас туда удариться сюда удариться буду страховаться и так далее поворотный механизм очень хорошо работает на предыдущем был такой момент что если ты поворачиваешь туда-сюда туда-сюда он ослаблялся и у тебя вот так он шел никуда и ты должен был его крутить только в одну сторону если в другую сторону то он ослаблялся вот эта система вот здесь пружинная вот система и получался что ослаблялся и когда ты точишь и у тебя вот так опа проваливается клинок и это плохо это мягко говоря плохо но я там уже привык конечно но его цена тоже был соответственно я не буду называть там имена чтобы не было что я это рекламирую там антиреклама идет и так далее ну в целом я это рекламирую я и не прячу ну я же до этого на нем почел как то все было хорошо а на этом намного лучше получается и даже очень лучше получается чем я ожидал правда есть момент ну это как бы как будто придирки придирки ну вот эта система вот эта очень длинная штанга очень длинная ну эта система такая если нужно маленькие нужно уже там я не знаю у них как называется плит плит там такие другие модели вот видите какой из нас здесь снимает эти очень хорошие камни вот для финиша мне очень нравится но надо как-то привыкнуть еще и понять как они работают сейчас я закончу вот купали пару раз с 05 я там часами не медитирую я медитировал тогда когда у меня искусственные камни были и на руках я точил один клинок там два-три часа точил а здесь мне нужно чтобы было быстро и качественно ну быстро я и не имею ввиду тяп-ляп надо делать так чтобы было все хорошо и поэтому у меня все камни здесь стопроцентные и если честно вот конкретно эти камни сравняют с веневскими у меня есть веневские они мне очень нравятся потому что и по поводу износа там немножко по-другому и по качеству работы тоже по-другому ну и чувствуется это я не знаю из какого можно тоже веневские я имею ввиду веневские вот бэнд индустриал вот сейчас покажу вот это это какой тоже веневские получается а вот это по-моему другой это по-моему другой именно вот эти вот здесь не знаю мс-1 написано что это за мс-1 что за аббревиатура не знаю да мс-1 вот эти очень хорошие а вот эти которые были темные ну там связка другая конечно медноволевая по-моему здесь совсем другая связка и вот эти очень быстро изнашиваются очень быстро изнашиваются и там получается седло и ну с одной стороны это хорошего седла у тебя еще кромка ленизообразна получается но это неправильно конечно и у тебя седло на всех камнях должно быть в одинаковом формате то есть один радиус должен быть чтобы все было правильнее еще раз вот так проходим и по поводу что здесь у меня грязно не грязно я знаю парни извините это так у меня мастерская в таком месте находится что чисто чисто было невозможно потому что я только вчера закончил вот эти полировки и галтовка я убираюсь в мастерской когда заканчиваю работу вообще все нужно сборкой ну в общем видите режет очень хорошо сейчас попробуем тоненькую вот эту бумагу вот видите не зацепляет видите затепил сейчас ближе покажу извиняюсь прошу прощения все думаю будет видно смотрите видите он идет опа режет сразу не зацепляет видите сразу не зацепляет не зацепляет это уже придирки это как бы эстетика или что-то типа вот это он режет главное чтобы режущая кромка выдержала достаточное время не подводил и был все хорошо сейчас я почищу и покажу режущую кромку ну постараюсь показать я не знаю что там будет видно может и что-то покажу ну и режет без проблем ластра так по поводу станка я очень доволен очень-очень доволен здесь получается у нас на штанге какие-то отметки и здесь на рейке какие-то отметки для выдерживания угла но честно говоря все это фигня это примерно что-то чему и как так нужно пользоваться угломером вот именно вот этот угломер мне помог чтобы правильно я точил клинки то есть я каждый раз туда-сюда не ставлю здесь проверить здесь ровность потом сюда ровность чтобы там измерить угол там на каком угле стоит и здесь сразу нажал все показывает у тебя какой угол у тебя там стоит и все и ты выбираешь вот это барашку ослабляем и рейка поднимаем опускаем чтобы он был на том угле который нам нужно точить и все у тебя все получается очень быстро и хорошо равномерно поворотный механизм меня порадовал то есть то что он вообще не ослабляется когда я поворачиваю туда-сюда он очень жестко стоит и при повороте очень хорошо работает на предыдущем я его затянул чтобы когда затачиваю он так не поворачивался так не случался у меня и когда я поворачивал его мне нужно было держать вот самую станину и потом поворачивать потому что вся эта конструкция вот так получался по поводу зажима здесь был бы ну для меня конкретно вот немножко шире здесь у нас какая ширина где штанген тверкуй у нас здесь ширина 32 миллиметра ну примерно от 45 миллиметров был бы вообще супер и плюс здесь винты помнят на хотя бы м4 желательно м5 и чуток длиннее чтобы не цеплял этот кончик винта там несколько витков я это понимаю немножко сложно почему сложно потому что смотрите конкретные длины продаются вот эти винтики во первых то есть там есть 10 миллиметров длиной 15 20 то есть там нету 17 миллиметров длиной или 16 миллиметров длиной эти длина винтов и если они будут покупать например здесь идет 10 будут покупать 15 миллиметров длиной и он будет торчать сюда им должен прийти дополнительную работу точить эти винты укорачивать и здесь плюс винты они очерненные то есть углеродистой стали с покрытий то есть там воронин или какой-нибудь и когда они будут точить вот эти части будет блестеть и со времен может быть из-за влаги воздуха они там заржевают и люди будут прицепляться к этому это чит чисто моей мысли чтобы был бы длиннее я конечно потом я поменяю это поставлю подлиннее и надеюсь они не сорвется если сорвутся я уже здесь все разберу сделаю этот м4 резьбу и посадки уже на фрезерном станке я буду фрезеровать все сделать самому ну почему не м5 потому что я думаю м5 будет они у края находится эти винты будет больше сейчас посмотрим у меня же здесь есть им петь если вот это у нас центр на чем учимся здесь 845 ну 8 и 6 845 головка то есть 8 и 5 8 и 6 миллиметров должен быть фрезероваться а 8 и 6 или заняты чтобы под посадку делать за 67 миллиметров 7 миллиметров это не значит 10 миллиметров либо сверло и нужно уже делать и здесь поставим на 9 видите здесь у края выходит ну это неправильно что здесь у края вот шляпка выходит должно быть немножко запас ну диск как здесь у нас запас почти три миллиметра ну примерно вот так хотя бы два миллиметра должно быть а таком случае у нас там одна миллиметра стенка будет и поэтому немножко неправильно но посмотрим надеюсь они не сорвутся и все будет хорошо ну все нравится пока что нареканий нет нареканий нет